Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком. Тема война. Вопрос 3414». Во втором томе толкование блаженного филакта на странице 106 написано «Выражением же воздерживаться от удавленины запрещается убийство. Разве здесь запрет на убийство? Не запрет ли здесь на употреблении в пище удавленины?» И на странице 53. «Поразив египтянина, Моисей отомстил ему за угнетаемого им. Не по иступлению и не по гневу убил он египтянина, но по ревности о Боге. А то, что совершается по ревности о Боге, хотя бы и было убийством, не есть убийство. Не согласен с этим. Это тоже есть убийство». Отвечает Игнатий Лапкин. Убийство кого? Животных и птиц. Животных и птиц? Или намек, чтобы не были склонны к убийству. Вид же заколотых животных провоцирует на убийство. И людей, как юристы говорят. Вот как выглядит само постановление апостольское. Деяние 15.20. «Написать им, чтобы они воздерживались от искверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Из удавленного зайца или рябчика кровь не выпущена на землю, что и делает такую пищу нечистой. Об удавлении в Ветхом Завете не говорилось». Бытие 9.4. «Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте». 1 Царств 14 глава 32 стих. «И кинулся народ на добычу, и брали овец, валов и телят, и заколали на земле, и ел народ с кровью». Запрещается убийство. Может быть, нужно понимать так, что запрещается убийство животных путем без пролития крови, как ныне на мясокомбинатах электротоком. Относительно убийства Моисея Мегептянина. Конечно же, это было убийство. Но Бог ему это не вменил в вину. Ни по иступлению, ни по гневу. «Убийство, как грех, карается смертью». Число 35, глава 33 стих. «Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью, пролившую ее». Когда евреи сделали телеца и поклонились ему, то Моисей распорядился уничтожить этих богохульников. Исход 32, глава 28 по 29 стих. «И сделали сцены левиены, по слову Моисея, и пало в тот день из народа около трех тысяч человек. Ибо Моисей сказал, «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословения». И получили за сие благословение, не за убийство же, а за послушание и за ревность о деле Господне. «Поступающий по повелению Еговы удаляет скверну, а преступающий хотя бы и делал то же самое оскверняет землю. Поэтому и убийство не по воле Божьей есть осквернение». Иеремия 16, 18. «И воздал им прежде всего за неправду их и за сугубо грех их, потому что осквернили землю Мою, трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие Мое. Всевышний граду Константина землетрясение посылал, и геяли спонская пучина, и берег с груды гор и скал. Дрожали и царей палаты, и храм, и цирк, и гипподром, и стен городских верхи зубчаты, и все по море кругом. По всей пространной Византии в отверстых храмах Богу сил обильно пелися литии и дым молитвенных кадил. Клубился люди страхом полный, текли перед Христом алтарь, Сенат, Сенклит, народа волны и сам благочестивый царь. Вообще их вопли и моления Господь во гневе отвергал, и гул, и гром в зелеме трясения не умолкал, не умолкал. Тогда невидимая сила с небес на землю не зашла, и быстро отрока схватила, и высший облак унесла. И внял он горнему глаголу небесных ликов «свят, свят, свят». И песню ту принес он долу священным трепетом объят. И церковь те слова святые свою молитву приняла, и той молитвой Византия себя от гибели спасла. Так ты, поэт, в годину страха и колебания земли носись душой превыше праха и ликом ангельским немли, и приноси дрожащим людям молитвы с горней вишины. Да в сердце примем мы их и будем мы нашей верой спасены. 1844 год. Н.М. Языков. Субтитры сделал DimaTorzok